Блины на любой вкус, с начинкой и без. Веселье, пляски, игры, шумные забавы в минувшие выходные в Сельгинском районе провожали зиму. Точнее, кричали ей вдогонку, потому что погода была уже такая, что возникало ощущение, зима покинула нас давно. Но как бы то ни было, 29 февраля на центральной площади района состоялся ежегодный грандиозный праздник. Организаторы постарались на славу. В 11 часов утра площадь уже была заполнена людьми, и каждый мог найти для себя что-то интересное и особенное. С приветственным словом выступил Михаил Арчибасов. В нашей съемочной группе глава поселения заявил, никаких накладок с подготовкой не возникало. Все работали единой командой. Сообща мы эти вопросы решаем очень легко. Организации понимают, что нужно эти массовые мероприятия проводить для наших людей. Авторансервис подготовили площадь, ночь готовили, убрали весь снег, который уже опасен здесь был. С помощью общественных организаций наших и активного части населения мы организовали сегодня замечательные конкурсы. У нас Сергийский губернский техникум с своей программой сегодня подсоединился. У нас замечательные наши предприниматели, практически всем, к кому я обращался, они вот представлены у нас здесь. Я очень всем благодарен за вот такой подход, что сами себя мы можем повеселить и повеселить народ своего села. Пока на сцене шло выступление артистов художественной самодеятельности, наибольшее внимание на площади привлекали столы с главным атрибутом праздника – блинами. Поселением был организован конкурс на самые вкусные блины. Даже было специальное жюри, но, естественно, лучшая оценка – это восторг гостей. Вот так! Появись! Все блины как вкусные? Да! Отличные блины! Отличный праздник! Все нравится! Молодцы, народ! Чуть подальше от сцены – свое мастерство боя на мечах демонстрировали реконструкторы. Любой желающий мог на минуту почувствовать себя настоящим воином и очутиться в средневековье. Отличное ощущение! Мне очень понравилось! Бои на мечах – это самые лучшие бои! Спасибо! Рядом казаки с выставкой холодного оружия. Коллекция привлекала внимание не только детворы, немало было заинтересованных и восхищенных взглядов со стороны взрослых. Знакомить людей с казачьей культурой, каким оружием казаки пользовались и пользуются по сей день. Было подразделение пластунов у казаков. То есть они не были кавалеристами. Они осуществляли чисто разведывательную деятельность, разведывательную диверсионную. От воинственной улицы снова к вкусной. Студенты Сергеевского губернского техникума в парке развернули целую станцию по производству второго после блинов любимого лакомства – пельменей. Любой желающий мог сам попробовать себя в роли домохозяйки и приготовить данный продукт. Извините, а вы какие пельмени любите? Домашние или национальные? Отказывается. Домашние. А вы сами делаете пельмени? Да. То есть это для вас не первый раз? Нет. Здесь у нас студенты второго-третьего курса специальности технологии мяса и мясных продуктов. Хотим показать производство, чтобы у нас каждый попробовал с вами руками слепить пельмени. И соответственно мы будем их варить и угощаться. А другая группа студентов демонстрировала всем желающим сценки из кукольного театра, различные химические реакции. Неподалеку детвора устраивала битвы на мешках и пыталась забить гвозди. Участники постарше старались на время распилить бревно. Конкурсы шли одновременно и каждый мог полностью окунуться в атмосферу безудержного веселья. Но конечно же, какая масленица без соревнования самых ловких. На столб исключительно со страховкой, но с одной целью сорвать приз. От желающих не было отбоя, причем большинство справились с задачей. Нет, вот выбирают, дружище, на них только номера. Все! Там ничего не написано. Так, и... нет, вот он все-таки стоит, лежит там, выбирают. А вот кто-то переоценил свои возможности, но тем не менее получил значительную порцию аплодисментов. Дорогие друзья, все, кто будут в Питимарсе, спускайтесь так же, как и залазили. Праздник Масленицы в районе проходил в каждом из поселений в течение всех выходных. Субботние гуляния в Серьевске задали тон, эстафету подхватили в Суходоле, но это уже другая история. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Радуга-3. 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 Продолжение следует...